Это польская посылка. Заказываем девочке. Она нам расправляет все, что мы просим. Она, как всегда, хорошо упаковывает нам. Особенно продукты. Так как там есть стекло и переживает, чтобы ничего не разбилось. Я уже ее посылки знаю. Это не тебе, Влад. Пусть посмотрит, а что ему не тебе? А что не ему? Потому что тут ему нечего делать. Вот такие десерты. Очень вкусные. У нас в Украине такого нет. Карамельный десерт. Сверху пена. А внутри надо пробовать. Ванильный десерт. Шоколадный десерт. Это такие же самые. Мы их заказываем много. Йогурты. Йогурта у нас тоже таких нету. Такие, как в Польше. Йогурт один стоит 8 гривен. Десерт такой стоит 9 гривен. Вот клубничный. Мой любимый. Лесные ягоды. И игрушка. Тоже очень вкусный. Вот такой кетчуп пикантный. Хайнс. У нас тоже такого нету. У нас есть с уксуса российский. Сделано в России, но там очень много уксуса, его есть нельзя. Это в Польше. Нормальный кетчуп вкусный. Вот еще вот такие желе. У нас таких тоже нету. Одно желе стоит 10 гривен. Такие красивые цвета. Каждое желе имеет свой вкус. Очень вкусные. Мы уже делали. Делали битое стекло. Во-первых, и цвета вышли красивые. Тоже такие мазюкалки. Мы их очень любим. Мы на них называем мазюкалки. Пастелла. На хлеб мазать. У нас тоже такого нету. Одна баночка стоит 14 гривен. Это паприка. Зеленая цебулька. А еще одна паприка. Еще одна зеленая цебулька. Следующая у нас идет... Давайте сок я покажу вам. Соки тоже... Соки по 12 гривен. Тоже у нас таких нету. По крайней мере, у нас в городе, там где мы проживаем, у нас не сильно такие... У нас кроме АТБ больше ничего нету. Ну, в АТБ тоже ничего нету. Поэтому приходится заказывать. Вот такой сок 12 гривен. Очень вкусный. Доставка по Украине меньше доллара вот этой посылки. Вот эту посылку мы заплатили деливери 21 рубль. 21 гривна. Вот такой сок. На сегодняшний день курс 1 к 30. Что-то выходит 0,7... 0,8... 0,7... 0,7... 0,7, короче, сантом. По Америке 5 долларов стоя минимально. Морковка, яблоко, банан. Так. И еще один. Доходит быстро. День за два уже нет. Морковка, яблоко, персик. Вот даже можешь состав заснять. Вот состав. Яблоко, морковка. Вот так вот так. И еще у нас осталось. Это я заказывала нашему малышу. Детское питание. Так как у нас в Украине баночка такого питания. Именно вот такого. Именно такого. Стоит около 6 гривен. Тут получается 220 грамм. Ризотто с брокколи и кроликом. Это его 7 месяцев можно давать. Ну, нам 6. Скоро вот будем кормить его. Вот еще вот такая. Сколько денег стоит? Ну, я же сказала... А! За это я заплатила 27 гривен за одну. Угу. 100% у нас дороже. Вот еще. Малина и яблоко. С клейким. Рыжовый. Я не понимаю. О, вот все из божья кота. Из божья. Наверное, какие-то рыс. Из боры какие-то. Малина. Ну, это тоже хип. Био. Так, это хип. Две баночки. Вот у нас еще. Это бездомная посылка. Посылка. Самое главное, что 20 гривен доставка. Она тяжелая. Потому что тут, ну, в основном, стекло. Это, короче, пример, как надо продукты отправлять, чтобы все целое приходилось. Вот еще один хип. Именно эти баночки все вышли по 27 гривен. Тут 220 грамм. Ризотто с морковкой и индюшкой. Тоже 7 месяцев. Био. То есть 220 грамм. Срок годности хорошая. Такая тоже хип. У нас такое очень дорого. Что касается мяса, то вообще. Это еще 190. Это у нас суп с укропом, рисом и индюшкой. Такой супчик. Семи месяцев тоже можно давать. Все замерзло. Сейчас, наверное, сразу у всех вопрос, почему самим не делать. Ну, самим. Не, ну, ты не просто постерилизуешься. Да. Ну, самим тоже. Есть такие, что можно самому яблоко в патерты или китайцы. Да. Но ты мясо можешь не простерилизовать. Да, не для... Ребенка можно отравить. Но не всегда можно всегда качество сделать. Уже с года там уже можно, конечно, уже... Не, ну, это детское питание. Да. Ну, удобно. Это еще такой же самый, такой же самый супчик. Удобно. Постерилизованное питание. Открыла и кормила. Покормила и выкинула в банку. Овощи. Сбожим.